Продолжение следует... 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 непосредственно финансовые показатели, в то время как суррогатные исходы — это некие лабораторные показатели, либо физикальные исследования, либо субъективные какие-то вопросники, шкалы, которые напрямую нельзя перевести в уровень или объём затрат системы здравоохранения, но тем не менее которые призваны дать нам некое предсказание, некое понимание того, как пациент будет отвечать в итоге по конечному исходу. То есть идеальный суррогатный или биологический исход — это тот исход, который будет непосредственно связан и будет коррелировать с тем ответом, который будет достигаться при изучении конечного исхода. Сейчас у нас в системе нет жёсткого требования о том, что необходимо подавать данные только по конечным исходам, потому что мы понимаем, что не всегда они доступны, есть заболевания, по которым в принципе трудно оценивать конечные исходы, но тем не менее, естественно, для лиц, принимающих решения, на любом уровне, как мне кажется, будет всегда предпочтительнее получать результаты по конечным исходам, если людям предоставить такой выбор. Следующий слайд, пожалуйста. И, собственно говоря, вот эта проблема конечных или суррогатных исходов, она является составной частью того движения тех изменений, которые происходят в рамках того, что мы оцениваем в онкологии. То есть и это касается системы оценки технологий здравоохранения. Почему? Потому что сейчас всё больше идёт упор на то, чтобы подать, скажем так, более ранние данные, как правило, это данные по суррогатам. Сейчас идёт упор на то, что всё более дорогостоящие и сегментированные медицинские технологии, они изучаются не обязательно в РКИ, а это могут быть просто обсервационные, даже несравнительные исследования. Сейчас идёт упор на сегментацию пациентов, на выявление различных подгрупп, в которых могут быть эффективны одни лекарственные средства, а в других подгруппах другие лекарственные средства. И, соответственно, идёт запрос в систему финансирования здравоохранения на то, чтобы иметь возможность финансировать обе этих подгруппы тем лекарством, которое является для них наиболее эффективным и наиболее экономически приемлемым. Поэтому все эти тренды ведут к тому, что в системе здравоохранения и в системе оценки технологий в здравоохранении необходимо адаптироваться и учитывать все эти вещи в рамках своей работы. Следующий слайд, пожалуйста. Если продолжать обзор нашей сегодняшней системы, то мы видим, что в части экономики у нас оцениваются клинико-экономические исследования, и их сумма баллов по результатам этих исследований является той суммой, которая сопоставляется с рекомендательным порогом. Наш же центр проводит оценку метод качества, то есть другими словами оценивает валидность и надёжность тех результатов, по которым набраны эти самые баллы. При этом необходимо отметить, что вся шкала по экономике и вся ситуация по экономике, фармакоэкономике, она никак не, скажем так, дифференцирована для разных видов заболеваний. То есть то, что мы здесь видим, оно абсолютно одинаково работает и одинаково применяется как в онкологии, так и в ревматологии, так и для орфанных и так далее. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и то, о чём мы уже не только говорим, но и действуем. Мы развиваем наши требования к оценке метод качества. И вы видите, здесь на сегодняшний день существует определённый перечень, который прописан сегодня в постановлении, но как раз-таки вот есть у нас такая рабочая группа Министерства здравоохранения по правоприменительной практике, в которой, как раз, и Алексей Сергеевич, и Сергей Кинстаревич, и сегодня выступавших, да, активно мы работаем над совершенствованием этой системы. И сегодня речь идёт о том, чтобы требования к метод качества вывести в отдельный приказ Министерства здравоохранения для того, чтобы можно было их в более гибком и в более, скажем так, детальном порядке изложить и совершенствовать. Это первое направление того движения, которое мы имеем сейчас. Следующий слайд, пожалуйста. Ещё одна проблема связана с тем, что какие у нас возникают вообще типовые ситуации, когда речь идёт о онкологии, о сегодняшней онкологии, да. Собственно говоря, вариантов всегда вот четыре, да, всё зависит от того, насколько новая технология эффективнее и что с её затратами по сравнению с тем, что уже сегодня финансируется. И, как правило, мы имеем наиболее распространённую ситуацию, когда новое онкологическое вмешательство является более эффективным и более затратным, чем то, что мы уже сегодня финансируем через государственные средства. Следующий слайд, пожалуйста. В таком случае необходимо рассчитывать так называемый инкрементный показатель затрат и эффективность или показатель приращения эффективности затрат. По-английски это Incremental Cost Effectiveness Ratio или ICER, проще говоря, который нам позволяет оценить, сколько дополнительных денег требуется на единицу дополнительного эффекта. Вот это единицы дополнительного эффекта могут быть самые разные показатели, но исходя из международного опыта, одним из наиболее общепринятых вариантов этого исхода является годы жизни с поправкой на её качество. Но дело в том, что необходимо очень чётко понимать один момент о том, что само по себе значение дополнительного объёма финансовых средств на дополнительный эффект само по себе в отрыве от всего не очень репрезентативно. Чтобы нам получить понимание вот этой цифры, нам нужно её с чем-либо сравнить, а сравниваться, как правило, с неким пороговым значением, которое является, скажем так, такой отсечкой для принятия решения последующего. Следующий слайд, пожалуйста. Как это у нас работает сегодня? У нас сегодня нет такого порогового значения, у нас нет установленного уровня референтного айсера для таких вот технологий, которые более затратные и более эффективные. Поэтому сейчас от заявителя требуется рассчитать ещё один айсер, не только айсер своего лекарственного препарата, но и айсер препарата сравнения для того, чтобы можно было тот подаваемый айсер, грубо говоря, сравнить и принять какое-либо решение каждый раз индивидуально, скажем так. Естественно, это не помогает системности, и такая ситуация у нас внедрена только временно до тех пор, пока мы не определимся с этим порогом и с этим значением референтного айсера, которое является приемлемым для Российской Федерации. Следующий слайд, пожалуйста. Есть ещё один вид типовой ситуации, когда у нас в принципе нет никакого релевантного препарата сравнения. Это достаточно частая ситуация и для онкологии. И для такой ситуации в постановлении предусмотрен так называемый прецедентный подход, когда мы считаем только свой айсер своей собственной нозологией, а затем берём айсер препарата сравнения не в нашей нозологии, а в какой-либо нозологии, включённой в тот же класс МКБ, но препарат, который уже прошёл в перечне и прошёл с определённым айсером. Мы знаем, каким. Как видите на представленном примере, это, допустим, пусть будет 6 миллионов рублей за добавленный клинический эффект, в то время как урасматриваем препарата на включение в перечне, он составляет 4,5 миллиона. О чём это нам позволяет говорить? Это нам позволяет говорить о том, что создан комиссией по перечням, создан определенный прецедент, при котором онкологическое дорогостоящее заболевание может получить препарат в перечне с таким-то айсером 6 миллионов рублей, в то время как наш айсер ниже, то есть является также экономически приемлемым для системы государственного финансирования. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь, чтобы уже перейти от слов, собственно говоря, к практике, здесь представлены расчёты, которые мы в своё время в нашем центре проводили, с учётом того, какие были айсеры в препаратах, в онкологических препаратах, которые включались в перечне в 2016-2017 году. Сейчас мы актуализируем эти расчёты, с учётом ситуации, которая была в 2018-2019 годах. Вы видите, здесь достаточно большой разброс, хотя все препараты являются дорогостоящими, но есть особо дорогостоящие препараты, где айсер зашкаливает, скажем так, за 20 миллионов рублей на единицу клинического эффекта. Это такая вот ситуация, которая сегодня есть. Следующий слайд, пожалуйста. Ещё более интересно эта ситуация становится, когда мы начинаем смотреть не только на препараты, которые включались в перечне, но на препараты, которые подавались в перечне, но не были включены. И здесь что мы видим? Мы видим то, что были включены препараты с айсером, условно говоря, около 15 миллионов рублей за добавленный клинический эффект. Препарат, тоже антологический, дорогостоящий препарат с айсером в два раза ниже, не был включён по каким-то причинам. Следующий слайд, пожалуйста. Та же самая ситуация, да, если взять как эффект добавленный год жизни без прогрессирования. Мы видим, что включаются препараты с айсерами за 20 миллионов. Мы видим, что не включаются, причём не один, а несколько препаратов, не включаются с гораздо более низкими айсерами. Это говорит о том, что, возможно, здесь были какие-то индивидуальные причины, а, возможно, речь идёт о каком-то системном недостатке, который необходимо последовательно и чётко устранять для того, чтобы были понятны критерии принятия решений по таким дорогостоящим и чувствительным и для пациентов, и для системы здравоохранения технологиям. Следующий слайд, пожалуйста. И решение, которое может работать в условиях любой системы здравоохранения, это введение, так называемого, референтного значения айсер, которое позволит уважаемым членам комиссии Минздрава ориентироваться на него при принятии решений. Я хочу особо подчеркнуть, что здесь те цифры, те предложения, которые вы видите, они для начала, они для обсуждения, для того, чтобы мы могли вместе все решить, какой уровень этого референтного айсера является приемлемым для нас, именно для России, для нашей системы здравоохранения. Нужно ли выделять отдельные айсеры для каждого вида заболеваний? Или нам нужен один айсер на все заболевания? Можем ли мы согласиться со значением айсера для онкологии, предложенным 6-7 миллионов рублей? Или нам нужно его модифицировать? И так далее, и так далее. Здесь есть очень много вопросов, в том числе вопрос, на какой критерий должен быть. Но должен считаться этот айсер. Опять же, наиболее распространенной практикой является критерий лет жизни с учетом ее качества. Следующий слайд, пожалуйста. Кроме того, что нам необходимо понимать, сколько мы готовы платить за новые технологии, очень часто еще, когда обсуждаются новые препараты, когда в принципе идет вывод новых препаратов на рынок, мы слышим слово «инновационный лекарственный препарат», но никто не знает на самом деле, что это такое, просто потому, что сколько экспертов, столько и мнений по поводу того, что такое инновационность. Или другими словами, можно сказать, дополнительная терапевтическая ценность. У нас в постановлении этот момент оценивается, но необходимо отметить, что сейчас не самый большой вклад эта оценка вносит в общее решение по препарату, просто потому, что эта шкала не имеет рекомендательного порога. Кроме того, вы видите, здесь достаточно малое количество критериев инновационности, которые учитываются. Я думаю, что все согласятся, что в принципе их больше, чем два существует. Вопрос только в том, какие это критерии и как их необходимо оценивать. Следующий слайд, пожалуйста. И на сегодняшний день у нас в нормативно-правовой базе действительно нигде нет того самого определения, что такое инновационная медицинская технология или инновационный лекарственный препарат. Это, очевидно, первый и главный барьер по тому, чтобы оценивать инновационность при принятии решений. Следующий слайд, пожалуйста. Очевидным решением выглядит создание некого инструмента или шкалы, которая позволит нам ввести оценку инновационности, не заменяя другие инструменты, которые у нас сегодня есть, такие как клинико-экономический анализ или клинический анализ, а дополняя эту систему еще одними видами аргументов. Следующий слайд, пожалуйста. И здесь тоже первичная абсолютная идея. Естественно, необходимо думать о том, как ее реализовывать и в документах, и металлогически. Но если говорить о том, как это могло бы выглядеть, то можно, грубо говоря, разделять препараты на три уровня инновационности и в зависимости от этих уровней инновационности либо давать какие-то поощрения тем препаратам, которые показали наивысший уровень инновационности, то есть позволять им какие-то поблажки с точки зрения порога готовости платить и так далее. Тем препаратам, которые показали определенную инновационность, но не выделились на самый верх, мы, соответственно, идем по стандартным аргументам клинико-экономического анализа. Те препараты же, которые идут как МИТУ, соответственно, здесь более актуален становится плюс-минус дженериковый подход, который, естественно, тоже нужно определенным образом модифицировать для такой ситуации. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и последняя тема, на которой я сегодня хотел остановиться. Еще один вопрос, который может добавить нам всем гибкости в систему поддержки принятия решений, это тот самый риск-шеринг, соглашение о разделении рисков или инновационные модели лекарственного обеспечения, как они у нас звучат в Российской Федерации. Следующий слайд, пожалуйста. Да, соответственно, эти модели широко распространены в мире, потому что позволяют государству, плательщику разделить риск от применения нового лекарственного препарата с непонятным соотношением риск-польза с индустрией. Но при этом это позволяет ускоренно вывести препараты к пациентам, ускоренно выводить препараты на рынок. Здесь вы видите, Италия идет во главе по количеству таких соглашений, но также и во многих других странах они в массовом порядке реализуются. Поэтому это есть и это работает. Следующий слайд, пожалуйста. Естественно, такая система должна быть адаптирована под ситуацию в каждой конкретной стране. Если за рубежом эта практика больше применяется для препаратов, которые не проходят в ограничительные перечни, где нет данных или не хватает данных по клинической эффективности или безопасности, то вот у нас, когда эта тема была особенно актуальна в 2016-2017 годах, у нас это рассматривалось для больше 10 препаратов, которые уже попали в перечень же на ВЛП, но на региональном уровне для того, чтобы, скажем так, стимулировать закупки, облегчить, дать больше инструментов регионам, которые согласились участвовать в пилотном проекте, у нас пробовалось реализовать этот механизм. К сожалению, на сегодняшний день нельзя сказать, что процесс завершен, были определенные возражения, объективные или субъективные, но тем не менее они были от федеральной антимонопольной службы, но будем надеяться, что Министерство здравоохранения и ФАС и все остальные заинтересанты и эксперты индустрии смогут найти то решение, которое нам позволит применять этот механизм, в том числе на федеральном уровне тоже, потому что, очевидно, он добавит нам гибкости и позволит пациентам получить больше доступ к новым лекарственным препаратам. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь та самая ситуация, о которой мы уже говорили, что развитие вопроса идет очень долго, и пока что мы можем только сказать, что продолжение следует. Следующий слайд. И в завершении своего выступления как раз-таки хочу подытожить, да, те предложения, которые, я думаю, что они у всех на слуху, так или иначе, и которые мы обязательно будем предлагать, как их воплощать. И, да, я призываю всех, всех, кто неравнодушен, всех, кто заинтересован, есть различные площадки, в том числе и площадка Минздрава, в том числе и площадки нашего центра, конференции, где мы принимаем предложения и обсуждаем те подходы, которые уважаемые эксперты и все заинтересанты предлагают, для того, чтобы решить системно вопросы. Ведь речь идет не только о том, чтобы фокусироваться на одной нозологии, пусть и такой важной, как онкологические заболевания. Речь идет о том, чтобы добавить инструментов и добавить гибкости в целом в систему поддержки принятия решений, а это и рискшеринг, а это и порог готовности платить, а это инновационность, это и переговорный процесс о цене на лекарственный препарат, который тоже у нас сегодня официально не прописан, хотя те, кто следят внимательно за заседаниями комиссии по перечням, они наверняка увидели, что так или иначе у нас идут разговоры, идет диалог между индустрией и государством по цене, но, тем не менее, нам нужны четкие критерии и аргументная база, по которой этот диалог может проходить. Сегодня же это происходит, скажем так, без вот этих вот критериев, в зависимости от какой-либо конкретной ситуации, которая обсуждается по препарату. Поэтому это вот эти вот предложения, которые я хотел сегодня обозначить, и, естественно, нам всем предстоит подумать над этим и подумать над тем, как мы сможем их реализовывать в ближайшем будущем. Спасибо за внимание, уважаемые коллеги.